В Астане не стихает строительный бум. Ельбасе распорядился реконструировать одну из главных достопримечательностей столицы – водно-зелёный бульвар. До начала экспо-2017 18 гектаров левобережья покроют гранитом и озеленят. Малогоплательщикам это будет стоить 80 миллионов долларов. Бульвар уже дежурно переименуют в Нуржол. Низкое качество построенного в Астане давно стало приметой времени. А грехи видны невооруженным глазом. Начинается всё прямо у ворот резиденции лидера нации – аккорды. Вот так выглядит плитка, брусчатка и облицовка вокруг проправительственных зданий и парламента. Ремонт здесь круглый год. А вот так выживают люди в старом центре Астаны. Блага цивилизации в двух шагах от улицы Конституции с того момента, как перенесли столицу сюда, так и не добрались. У местных свой водно-зелёный бульвар. Только ни ездить, ни ходить по нему даже летом невозможно. В домах вода, люди откачивают её насосами. Многолетние жалобы в местные органы власти нерезультативны. Как только дождь, тут пройти невозможно. Машины здесь вообще не идут. Скорая к нам не подъезжает, потому что вы сами видите, какая дорога. Они боятся здесь застрять. Вот. Вот приходится одевать пакеты на ноги, чтобы дойти нам до остановки хотя бы. Вот в таком состоянии живём мы, как говорится, в столице нашей новой. Обновить самое сердце столицы доверили в фирме проверенной ТО «АИС Астана». Той самой, что построила 30% объектов столицы. В том числе эпатажный монумент «Казах Ели» со скульптурой Нурсултана Назарбаева. Строители не скрывают. Стройматериалы на омоложение Нурбульвара с маркировкой «Made in China». Сверху, с высоты, вот это какой, 10 этаж, с высоты 10 этажа упала на меня плита. Некачественная стройка в Астане бьёт не только по бюджету страны, но и по конкретным жителям. На Гульзифу-Абелеву облицовочная плита дома упала, когда она выходила с детского сада. В итоге – перелом позвоночника. Иск пострадавшей к компании застройщику суд удовлетворил. Да так, что из 5 миллионов, которые требовала Гульзифа, горестроители выплатили ровно 1%. 50 тысяч тенге. Добиться, чтобы отремонтировали дом, тоже не получилось. Мотив – она не собственник квартиры. Это касается каждого человека. И ни один дом наш, ЖК «Уют», вот облицован этими плитами. И вы посмотрите, как они скреплены. Они скреплены, вот как у женщин бывают невидимки, да? Вот так, нежненько, раз. А ветра, а колебания. А вот, я не знаю, куда смотрят проектировщики, когда делают, да? Куда смотрят инженера и о чем они думают. А эти плиты, они каждый год, и с каждым годом они будут все больше и больше падать. В последние 15 лет все ресурсы страны направлены на строительство Астаны. Точнее, ее левого берега. Это настоящий клондайк для чиновников. При этом они в стремлении произвести впечатление на президента и заработать совершенно позабыли о правом береге столицы. Как итог, золотые мощеные тротуары ведут прямо к трущобам с сортирами во дворах. Продолжение следует...